Доброго вечера, дорогие земляки! Коротко расскажу об итогах сегодняшнего дня. На нашем направлении фронта ситуация сохраняется стабильно напряженной. По информации оперативного командования Пивдень, противник продолжает введение боевых действий. По линии рубежей обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике. В то же время на временно оккупированных территориях в Закопольской, Новоронцовской, Велико-Александровской и других громадах Херсонской области Это наше направление. Орки продолжают минировать поля, дороги, мосты, уничтожать инфраструктуру. Несколько раз и вчера, и сегодня стреляли просто по полям, для того, чтобы поджечь пшеницу. Ну, ведут себя как варвары. Окупанты продолжают обстрелы по всей линии соприкосновения системы РСЗО, ствольной артиллерии, минометов. Что касается Криворожского района, то враг сегодня обстрелял территорию Широковской и Апостоловской громад жертв и пострадавших, к счастью, нет. Ситуация в Кривом Роге и районе сохраняется полностью стабильной, полностью контролируется военная администрация и ВСУ. Все органы власти, правоохранительные органы, экстренные службы четко выполняют свои функции, обеспечивают жизнедеятельность города и порядок. Инфраструктура города, все социальные службы и коммунальные предприятия работают стабильно. Продолжается, она и не останавливалась ни на один день, серьезная работа вместе с нашими военными по усилению линий нашей обороны на всех направлениях. Ежедневно работают более 100 единиц только тяжелой техники. Сейчас мы направили еще дополнительную технику и обеспечиваем ее всем необходимым. Также продолжаем оказывать помощь нашим воинским частям в материально-техническом обеспечении. Кривой урок продолжает принимать беженцев. Сегодня общее количество только зарегистрированных беженцев вплотную подошло к отметке в 50 тысяч. Это значит, что реальных переселенцев у нас уже порядка 65 тысяч. Мы помогаем всем, кто в этом нуждается. Кому нигде остановиться, заселяем в специально оборудованные места. В школах, детских садах, общежитиях, территориальных центрах. Там предоставляется все необходимое, в том числе бесплатное трехразовое горячее питание. Вот вчера и сегодня большой приток людей из Зелендульской и Апостоловской громады, что, в общем-то, понятно после обстрелов и жертв, которые были на этой неделе. Благодаря героическому подвигу наших военных, слаженной работе всех органов власти, наш город живет почти в мирных условиях. Впереди выходные, наведен порядок в парках и скверах. Уже традиционно на выходных запустим фонтаны. Но убедительно прошу вас также поддерживать порядок. Наши коммунальники очень стараются, и их стало объективно меньше, потому что многие служат. Поэтому давайте им в этом помогать. Также прошу строго соблюдать комендантский час и светомаскировку. И традиционно наших спортсменов, которые доказывают всему миру, что криворожане умеют сражаться не только на поле боя, но и побеждать в мирных соревнованиях. В Румынии на чемпионате Европы по вольной борьбе, а это высочайший уровень соревнований, наша спортсменка Анастасия Польская завоевала золото. А Дарья Константинова стала бронзовой призеркой. Поздравляю спортсменок, их родителей и тренеров. Такие у нас сегодня краткие итоги дня. Я понимаю, что возможно у некоторых из вас с каждым днем войны растет усталость, но в то же время у нас у всех растет уверенность в нашей неминуемой победе. И всегда помните о том, что тем, кто в окопах, гораздо тяжелее, чем каждому из нас. Сохраняем спокойствие, выдержку, верим в наши вооруженные силы и нашу победу. Скучной вам ночи, дорогие земляки. Слава Кривбасу и слава Украине.